Аллаху, Аллаху, Нашидану Рожьим, Симу Лею, Рахману Рахим. Алхамдулілляхи Роббилаламин, Усавату, Усаваламу Аля Ашрафу Мурсалин, Мухаммадин, Уалай Алихи, Асхаби и Аджмайин. Ассаламу Алейкум, Врахмату Аллахи, Та Аллаху Баракату. Алейкум. Важаем и братьями, иншаллах, продолжим тему Умара, Рази Аллаху Та Аллаху. И сегодня мы начнем, о чем говорили, как говорили, как описывали другие сподвижники Умара, разъя Аллаху Та'ала. Абуба Курсидиq, разъя Аллаху Та'ала, сказал Он говорит, нету на этой земле человека более любимее мне, чем Умара, разъя Аллаху Та'ала. Это, конечно, после пророка, Аллаху Та'ала, после смерти пророка. До такой степени вот такое уважение, вот такая любовь существовала между ними, между этими сподвижниками друг к другу. И Абуба Курсидиq сказали, когда он заболел, Мадата Олюли Раббикова Адуаллайта Умара. Вот при смертной болезни находится Абубакар, и он уже назначил халифой Умара, разъя Аллаху Ангу. И сподвижники некоторые говорят, что ты скажешь, как ты ответишь перед священним, из-за того, что ты Умара поставил, из-за того, что был он очень жестким, таким человеком Умара поставил халифой. Он сказал, я ему скажу, я Аллаху скажу, он сказал, что я над ними поставил самого лучшего из них. Также Али, разъя Аллаху Ангу, сказал, Когда будет речь идти о хороших людях, вы приведите Умара, имеется в виду, к примеру, приведите Умара. Самый лучший. Он сказал, что мы, каждый из нас, думал, что спокойствие было в его речи, имеется в виду, и в его решениях было спокойствие, потому что он принимал правильные решения. Также Ибн Умар, разъя Аллаху Ангу, говорит, Он говорит, после смерти пророка, я не видел человека более стремительного, более решительного и более щедрого, чем Умара. Также Ибн Масуд, разъя Аллаху Ангу, говорит про него, Лау Анна Ильма Умара Узья Афи Кафа Тильмизан, если говорит Ильму всего человечества, всех людей, говорит, поставят на чашу весов, ва Узья Ильму Ахья Ал Ардена Афи Кафа Тильмизан, имеется в виду, всех людей на чашу весов, ла Раджах Ильму Умара Бе Эльми, и его Ильму, говорит, перевесиво, говорит Ильму, то есть остальных вот этих всех людей. Вот такие знания, вот такое Ильму, говорит, было у Ильмара, разъя Аллаху Ангу. Это Ибн Масуд говорит про него так. Когда он умер, умер Умара, разъя Аллаху Ангу, они давали такую оценку о том, что 9 десятых частей Ильму, оно ушло. Вот такое они давали ему оценку. Это Ильму в основном означает богобоязненность. То есть Ильму, которая приводит к приближению Всевышнему Аллаху. Не всякие там знания, там физики, химики и других таких моментов. Имеется в виду то, что те Ильмы, те науки, которые приводят к богобоязненности. То, что касается известности этих личностей, как Абу Бакра и Ильмара, разъя Аллаху Ангу, известность была тем, что они были халифами, тем, что у них была какая-то определенная политика, сияса, исламская политика. Но величие возле Всевышнего Аллаха у них было чем? Посредством богобоязненности. Хузаев, разъя Аллаху Ангу, говорит, «Ка анна ильма наси, ка анна мацусам фи джухри, ма умар». Було, говорит, кабута Ильму Умара, то есть Ильму всех людей, оно было вложено под одежду, имеется в виду, грудь Умара, разъя Аллаху Таалану. Также Аиша, разъя Аллаху Ангу, сказала, и она упомянула про Умара, и она говорит, «Кана в Аллахе, ахвадиян насиди вахдихи». Он был в Аллахе, она сказала, именем Аллаха Аллаху Аллаху Клялась о том, что был решительным человеком, у которого сильная политика правления бесподобным был, говорит, то есть похожим на него не было никого. Муавиат, разъя Аллаху Ангу, говорит, «Амма Абубакр», что касается Абубакра, «фа лам юридит дуня валам ту риту». Он не хотел дуня, и дуня его не хотел. «Ва амма умару фа арадату дуня валам юридит». То есть дуня к нему стремился, а он ее не хотел. Ну, здесь, конечно, глубокие такие смыслы о том, что дуня, то есть известность Умара своими открытиями, открытиями разных мест, войнами, дихадами очень много было. То есть было добычи, был трофей, много чего. Дуня его хотел, а он не хотел дуня. А то, что касается нас, он сказал, «Муавиат» — это слова Муавиата. «Мы, говорит, взялись за это дуня, мы гнули спины из-за того, чтобы наполнить живот». Вот такой действительности у нас получается. Всю жизнь работаем из-за чего? Из-за того, чтобы наполнить живот. Из-за того, чтобы насытить своих детей. Из-за того, чтобы им оставлять какое-то имущество. Сверх того, чтобы мы их здесь накормили. И чтобы они всю жизнь жили роскошные и достаточности. Вот таким образом у нас стремление. У нас нет стремления. Такое стремление к Ахирату. Вот так говорил даже Муавиат, разъял Аллаху Таалану. Джабир, разъял Аллаху Анху, говорит, «Да, хала Алиюн, хала Умар». Когда умер Умар, он был убит. Это, иншаллах, потом, это время, это место, когда дойдем, об этом мы будем говорить. Когда он был убит, и на него наброшена накидка. Обычно, когда человек умирает, мы его закрываем. Вот так, когда он был закрыт, Али, разъял Аллаху Анху, ранее он сказал, «Ма мин ахадин, ахабба илляя ан алкаллаха бима фи сахифати, баада сахифати, наби салаллаху салам, мин хадамусаджа». «Нету мне любимое человека», то есть любимые встречи со Всевышним Аллахом, с сахифатом. Сахифат, это что означает? Вот эти тетрады, листы, которые пишутся наши хорошие и плохие деяния. «Нету мне любимое, — говорит, — встретиться со Всевышним Аллахом этим сахифатом, сахифатом Умара, разъял Аллаху Анху. Я бы хотел, — говорит, — его леском встретиться с Всевышним Аллахом». То, что написано «Амал», после сахифата пророка Аллаху, салаллаху ассалам. Вот такую оценку дал Али, разъял Аллаху Анху, после смерти Умару. Ибн Масхуд тоже говорит, «Изе аду кирасалиху нафахай яхала би Умар», как и Али говорил, «Когда, говорит, будут говорить о хороших людях, вы приводите Умара, разъял Аллаху Анху». И он говорил, «Инна Умара кана а'ламуна би китабиллах». Воистину, Умар был лучше знающим китаб Всевышнего Аллаха, имеется в виду Кур'ан, «ва аф ахуна фидинилляхи таала». Более понимающим религию, более понимающим сущность, суд самой религии, говорит, чем и остальные. Вот таким, говорит, был Умар. У Ибну Аббаса спросили, «Это разные сподвижники дают такие оценки». И у Ибну Аббаса спросили, разъял Аллаху Анху, «Что ты скажешь про Абу Бакра?» Он сказал, «Кана калхайри кули». Он был всем добром. Имеется в виду, в нем было все добро, он сказал. А когда про Умара спросили, он сказал, «Кана калхайри л-хадари л-ляди-яра ан-на-лаху бикулит арик иншара кани-а-буду». Он был, говорит, как осторожная птица, которая видела в своей дороге, в своей пути в каждом месте засаду. То есть вот таким осторожным, вот таким, говорит, был Умар. И когда спросили про Алия, он сказал, «Ма ли аазман, ва хазман, ва ильман, ва наждатан». Он был полон стремлением к астам, потом спасением, ильмом. То есть вот таким был, говорит, Алия, разъял Аллаху Таалу Анху. Табрани от Умара бну Рабиата, говорит о том, что Умара, разъял Аллаху Анху, спросил у Кабул Ахбара. Это сподвижник, он из евреев, который принял Ислам, Кабул Ахбар, один из больших сподвижников, разъял Аллаху Анху. Он сказал, Умара у него спрашивает, «Какой сифат ты во мне находишь? Как ты меня описываешь?» Он сказал, «Я вижу тебя как стальной рок». «Стальной рок», он сказал. И он у него спрашивает, «А что такое стальной рок?» Амирун Шадидун, он сказал, «Крепкий правитель, ла та'худу гуфилляхи лауматуллаэ, которого не останавливает упрек упрекающих людей». У нас обычно что бывает? Хотя мы ради Всевышнего Аллаха что-то если мы делаем, если кто-то нас упрекнет в этом, мы останавливаемся. Мы оставляем делу ради Всевышнего Аллаха из-за того, что какой-то человек упрекает. Мы боимся вот этих упреков со стороны, которые делаются. Мы боимся о том, что люди плохо про нас будут говорить. Из-за этого даже мы хорошие деяния оставляем. И вот таким был, говорит он, которого не останавливает упреки упрекающих людей. Потом он спрашивает у него, у Кабул Ахвара, «А что потом будет? После меня что будет?» Он сказал, «Потом после тебя будет халиф, которого убьет группа залимов». Это Уссмана, «Разия Аллаху Ахангху». Это так и произошло. Вот такие караматы, вот такие предвидения были у этих великих людей, у этих сваджников, «Разия Аллаху Таиланху». Так оно и произошло. Уссмана, «Разия Аллаху Ахангху», «Разия Аллаху Ахангху» был убит. Потом, «Хумма Махсу», сказал он, «Потом что будет? Дальше что будет?» Он сказал, «Хумма Якунул Балаву». «Потом беда, говорит, будет, потом Балава будет». Мы знаем, какая беда была во время правления «Разия Аллаху Таиланху». То есть, вот эта вражда между Муавиатом и Алием, «Разия Аллаху Ахангху». То есть, сподвижники воевали друг к другу. Было тысячи и тысячи смертей. Вот такое произошло. Вот это предвидел и рассказал Кабул Ахвар, «Разия Аллаху Таиланху». Ахмад и Базар, и Таврани от Ибн Масуда передает о том, что «Разия Аллаху Ахангху». Он говорит, превзошел других людей четырьмя вещами. Первое из них, вот то, что касается пленнику Бадра. Мы знаем, вот так великая, такая успешная битва, в которой большой успех получили мусульманы. Это была битва в Бадру. Это второй год после хиджри. Как вот мушрики Курайшити пришли туда поблизости Мадина, где находится Бадр, где-то 150 километров от Медини, в сторону Мекки находится это место. И что там произошло? 950 и более около тысячи человек Курайшитов и 313 человек мусульман. И они получили большую победу из-за того, что Аллаху Таала направил туда ангелов и помог мусульманам. Из мусульман было убито 14 человек. Из Курайшитов было убит 70 человек. Из 70 из самых лучших предводителей был взят в плен. В том числе был убит и Абуджахал тоже в этой битве. И когда после того, как другие разбежались, после того, как были взяты в плен, вот эти пленники, там шел Мушавара совет. Они советовали, что делать этими людьми, имеется в виду пленниками. Или же их убить, или же под викуп отправить обратно, имеется в виду взят у Курайшитов в викуп и обратно отправить их отпустить, освободить. Тогда Абубак разъяло настоял на викупе, а Умар разъяло настоял на убийстве, что мы должны их убить. Почему? Потому что если освободить, они будут создавать новые и новые силы. Вот на нем был, он остановлен, но все-таки пророк принял решение по совету Абубак разъяло и он освободил их выкупом. Взял выкуп и освободил. И был неспослан тогда аят с упреком. Имеется в виду аят соответствует мнением Умара разъяло разъяло и в этом аяте было бисмиллях рахман рахим лаула китабу мин Аллах саба калам сак кум фиим ахат тум азаб азим Если не было бы предписания Отцы Вишнего Аллаха такое предписание предопределение то вас бы коснул бы великий азаб из-за того, что вы выкупом освободили этих людей. То есть оно соответствовало мнению Умара разъяло вот этим превосходил говорит Умар над другими сподвижниками Это первое То, что касается хиджаба Вот в данное время тоже очень много речи идет об хиджабе Это закрытая форма женщин имеется ввиду В то время вот жены пророка туда к ним заходили много людей заходили пророку заходили к женам по другим каким-то нуждам и пророк то есть Умар сказал пророку к твоим женам ходят говорит и хорошие и плохие и грешущие и хорошие люди говорят хорошо было бы если бы они закрылись то есть то время хиджаб не был обязателен это время и тогда Зайнап возмутилась проявила возмущение она сказала ва инна каалайна яб на хатап ва луах вян зилю фи бую тина вахил говорит не спускается наши дома вахил приходил пророку а ты говорит нам какие-то указания делаешь вот это упрек вот это возмущение проявила Зайнап разъя луах и по поводу вот этого вопроса был неспособен тогда аят соответствующий мнению умара разъя луах то то есть вот такой был аят когда вы будете просить у них что-то то есть у этих жен пророка у женщин вы говорите просите минвара хиджаб за занавесами имеется ввиду открытую не просите то есть вот это указывало о том что им необходимо закрываться это будет спокойствие для ваших и их степлец почему потому что закрытая женщина это спокойствие в первую очередь для мужа для самой женщины для человека который к ней обращается для всех то есть спокойствие души а когда женщина закрытая это приводит фитна вот второе то что превосходил умара разъя луах украина в этом случае говорит было видите у него какое мнение появилось соответствие его мнением был неспособен говорит аяты курана третье то что касается самого пророка алейсалату ассалату ассалам как особенности ансары противостояли что абу-бакар будет халифом то есть его поддержал умара разъя луах последствием умара он стал халифой потому что он сделал с ним губая он присягнулся ему дал ему присягу о том что он будет за ним вот таким образом абу-бакар стал халифом вот этими вещами то есть вот этими четырями вещами умара разъя луах превзошел говорит других сподвижников и так же от ибну ассакира передается о том что во время умара разъя луах шайдане говорит закованы были они ничего не могли делать а после говорит когда он был убит их говорит вот отпустили закованными были потом они были говорит отпущены и одна маленькая такая история есть от салима аббуллах передается абд ау хабар умара абимуса абимуса один из подвижников который был наместником умара разъя луахан в басле это в Ираке а он находился мадине это очень далеко и вест очень долго шла и вот долго шла вот эта вест и абумуса хотел узнать абимар что он делает как он и тогда говорит пришла женщина у которого внутри шайтан мы знаем такие люди бывают сейчас тоже они говорят хоть язык женщины разговаривает это в действительности шайтан говорит и я то есть абимуса спрашивает у этой женщины в каком положении находится мадин у нас тоже бывают люди там баскуль халилча и вот так мы их называем знающие скрытные вещи вот такие там особенности женщины бывают у которых шайтан сидит внутри и они хоть это ложь хоть правда что-то они рассказывают и эта женщина сказала подожди пока шайтан мой придет и он подождал и пришел шайтан и шайтан говорит это уже правмара он говорит я его говорит оставил одевающимся одевшимся и готовимся раздавать то есть верблюды на садака то есть вест вест там медине он находится он там бас и рак и находится и вот это шайтан говорит это тот человек который шайтан не видит кроме как упадет говорит на свое лицо умара увидит шайтан говорит сразу падает на лицо вот такое описание это шайтан сделал умару разъя и это это джибрил джибрил говорит на его языке как шайтан как женщина например говорит как шайтан говорит на языке этой женщине вот так ангел джибрил говорит на языке умара разъя аллах ангел и то что касается вот этих сподвижников очень много особенностей вот это времена вот шайтские племена они то не считаются с умаром и абобакром некоторые группы есть которые проклинают некоторые группы есть которые проклинают аишу разъя аллах ангел это конечно их заблуждение это то что их вели вот такое заблуждение чтобы разобщить общество разобщить мусульман чтобы их расколоть то есть есть такие люди то что касается этого вопроса суфьян ухаври рахим агуллах говорит ман за ма ана али ян кана ахак куб лвилляет мин аби бак рва умара фа адхат а баб бак ра умара мух аджирин агул тот кто говорит тот халифой чем абубакар и умар этот человек считает ошибочным и умара и абубакра и всех ансаров и всех мухаджиров то есть их считают они ошибочным хотя они находились вместе с пророком это большое заблуждение это заблуждение которое вводит человека в куфру если проклят это это получается прямой куфру то также шарик говорит превосходство алия над абубакром и умаром не будет считать человек в котором есть что-то хорошее то есть они превосходили его также абу усама говорит вы знаете кто такие абубакар и умар он сам отвечает они оба и отец и мат ислама они сказали также говорит жахфару жахфару садик ана бари мимма дакара абабакра и умар и ля бихар я чист от того человека который упоминает абубакра и умара кроме как добром если что-то плохое про них скажут я чист от этих людей сказал жахфару садик также говорится о том что около 20 более 20 мест которые соответствуют мнениям умара разъяллаху анху были неспосланы аят вот мы два места почитали из них и говорит от муджахида говорится кана умару яра рая янзи любил куран у умара приходило какое-то мнение соответствую вот этим мнением говорит куран уже неспосыл аят и неспосыл аят также ибн асакер передает от алия разъяллаху он тоже говорит инна фил курани ларай анмирай умар в куране мы находили мнение умара когда неспосыл алса куран то что говорил умар вот это говорит мы там находили